Добрый день, дорогие коллеги! Приветствую вас на Интерстриме Инвесторов и Трейд ТВ. Меня зовут Игорь Сузальцев и мы начнем эфир передачи, прямой эфир передачи, естественно, которая называется Алексей Латышев, потому что Алексей ее ведет, наш коллега из Санкт-Петербурга, и он торгует с листа вместе с нами, поэтому все ваши идеи, вопросы, спорные темы, пожалуйста, пишите в чате, мы также с листа будем их обсуждать. Алексей, приветствуем вас! Приветствую коллеги, приветствую Игорь Николаевич. В прошлый четверг был неверный прогноз по евро, давайте разбираться. Так, значит, начнем с того, что я наговорил в прошлый четверг. Демонстрация рабочего состава, весь экран, цокаем на экранчик, он становится синеньким, присиненьким, и делимся. Видим? Хорошо. На белой полосе давайте нажмем «Скрыть» и все, и посмотрим. На белой полосе «Скрыть», ага, внизу, внизу белка. Не-не, внизу, в самом низу белая полоса «Скрыть». Все, отлично, поднимаем ваш график и смотрим. Так, смотрим. Значит, по евро-доллару я назвал цел 19.90. Я эту цель так и оставлю на будущее, как она есть, потому что, видя вот эту картину, нельзя не сказать, что цена сюда сходит в ближайшее время. Вот прямо сейчас, с утра, рисовалась на 5-минутном графике информация на пробой вот этого вот, ну, как бы микро-проторговка. В общем, я допускаю падение до 17.50, но глобальная цель 1.16, которая просится, она будет только после 19.90, когда мы сходим, потому что сразу рынок не ходит на такие цели крупные. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Значит, ближайшие 17.50 – это я допускаю. Ну, на 19.90, там, где вот эти все ступеньки, вот, раз, и два, здесь цена, скорее всего, будет. Потому что сразу на крупные цели цена никогда не ходит. Вот. Все. Так, по франку мы дошли до уровня 93.74. Сейчас можно сказать, что на будущее, что этот будет пробой этого уровня наверх. Но на покупки я от таких целей не встаю. Значит, ждем вниз. Ну, ближайшая цель 93.40. Это первая цель, самая первая. Далее надо смотреть по формациям, потому что меняется все очень сильно. По канадцу также цель была... По канадцу цель была внизу у меня. Так, сейчас. Секундочку. Цель была внизу вот здесь. Она также остается 1.23.50. Сейчас здесь, вот прямо сейчас, я вижу фигуру разворотную. То есть здесь... Так, по тренду я не люблю говорить, что это тренд. Ну, это действительно тренд. Здесь есть подтверждение на пятиминутном графике. То есть вот эта цель внизу, скорее всего, реализуется. Так. По фунту. По фунту здесь тоже похожая картина рисовалась на... Так. Начнем с... Прогноз у меня тоже был неверный. Я его также оставляю. Так. Ну, оставляю прогноз на 1.38.03. Что цена должна развернуться. Так, дальше. Похожая картина по австралийцу. Здесь мы дошли до уровня 0.75. То есть здесь в продаже становиться уже поздно. Нужно смотреть разворотную формацию. Ну, здесь мы видим... Здесь видим тоже лесенки. То есть тоже ждем наверх. До уровня. Так. Ну, это полный... Полный возврат на 0.77.60. Так. По золоту здесь флэт у нас. Очень узкий. Значит, ну, здесь было легко, легко поставить цель. Она реализовалась. Так. Она реализовалась... Так, 17.36. 17.36 была цель. Вот. Дальше я не могу сказать здесь флэт. Тоже просится на 4-часовом графике вниз. Ну, нужно смотреть формацию. Я дальнейшие не буду прогнозы делать. Совсем другая картина по рублю. Ну, рубль очень легко предсказывать, что он будет... Предсказывать. Ну, легко, легко говорить, что он будет все время падать рубль по отношению к доллару. Все цели, которые я оставил с четверга, были реализованы. Сейчас на 5-минутном графике у нас рисуется откатная формация вот эта. Она выглядит как откатная. Цели внизу можно поставить только первые. Это половина импульса вот этого. 75.36. Вот. И затем, так как здесь вот тоже четкий видимый уровень, можно сказать, что так же он в дальнейшем будет пробит. В ближайшем будущем. То есть цель наверху 77.60. Вот так, все. Наверное, все по рынку здесь. У меня все по рынку. Ясненько. Поняли вас, Алексей. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. На ваш взгляд, сейчас есть инструмент, по которому можно дойти прямо сейчас? Вот из того, что мы озвучили. Что-нибудь такое вам приглянулось? Вот прямо сейчас можем раз и зайти. Прямо сейчас? Прямо сейчас у нас, да. На канадском долларе есть. Можно зайти в продажу. Доллар, канадский доллар в продажу. Здесь просто, здесь фигура, формация, да, рисуется на продажу. Просто техническая фигура, да. Я понял. Но цель у меня внизу все равно. Здесь есть подтверждение. Сколько пипсов, как вы думаете, можно постоять, на ваш взгляд? Ну вот, первое. Ну вот, 90 пипсов. Можно. Ого. Это по 4 на 90 пунктов. Да. Здорово, здорово, друзья. Давайте с вами на эту тему подумаем. Тема, очень интересная тема. Ага. А, вообще. Да, да. Вообще, поменьше можно цели поставить, поскровнее. Ну, так как здесь тренд, вот, явный, четкий. Можно просто по тренду. Но здесь есть и наверху. Ну, на разворот тоже есть сигналы. Но вот в текущую минуту, вот сейчас, это вниз. Ага. Ясненько. Хорошо. Спасибо вам большое, Алексей, за ваш обзор. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Диванный эксперт пишет. Да уж, канадский доллар обязан фигуре. Надо бы и банку, надо знать такие вещи, а то в валюте пипец. Ну, подождите. Наоборот же, канадский доллар... Я технически, технические фигуры, они взяты из графика, не из книг. Ну, и банк, банк рисует, но он тоже, ну, когда, не знаю. Да все смотрят, конечно, это понятно. Кстати говоря, Алексей, есть ли у нас новости какие-то, может быть, слышали что-то про коллегу, у которого вы учились, Петр Морчук. Где он сейчас, в России, не в России, чем занимается, как у него жизнь... Я не знаю. Сейчас, я очень давно с ним не общался. Я... Ну, он проводит обучение, у него отзывы пишут, ученики хорошие. Я не знаю. Причем продолжает работу, ясненько, хорошо. Да, конечно. Спасибо вам большое за ваш обзор и комментарии по доллару, канадскому доллару. Вам хорошего дня. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания.